Продолжение следует... Всех деревьев железным купоросом. А тебя кто просил? Почву отравила. За что? А, Светлана, вот зачем? Весной еще не обрабатывала. Как вы думаете, можно спасти дерево? Вот она, пришла весна. Я же вижу, вот они первые. Вы знаете, они могут даже свистеть на кончиках. Вот, засвистеть и умереть. Смотрите. Смотрите, сейчас вы будете шокированы. Вот, знаете как, сейчас мне очень трудно. Или это было послано в комментариях через Павла Толстенко мне, или это было в том самом, потому что через раз там еще мне присылает этот самый, мой брат Юрий Владимирович Железов, мне присылает отдельные вот такие вот фрагменты из переписки, которая на том самом злосчастном сайте, на котором миллион сто тысяч подписчиков. Но, по-моему, не буду вспоминать. Скорее всего, мне прислал Павел, потому что на такого первого счета данного я имею в виду, если это от Павла Троценко. Итак, смотрим внимательно. Если вот так посмотреть, я все время думаю, ребята, а вот дай вот этим вот самым, они же у меня попали на язык, теперь я от них не отстану никогда. Почему? Потому что, как жаль, я пообещал, я думал, что у нас какой-то сотрудница, я пообещал их пожалеть и имена, и отчество, или там фамилии не называть. Они потребовали. Почему? Что здесь особенного? Раскручивайтесь, ребята. Пусть даже с помощью моего сайта. Единственное, не учите убивать деревья. А так-то все нормально. Поаккуратнее надо быть, чем вот это. Вы знаете, когда разгорелся вот этот спор, когда мне прислал переписку Железова брат, когда он уже после этого, уже казалось бы, надо бы остановиться, появляется она там на странице, фотография, такая же женщина, как эта. У нее тоже проблемы. Правда, у нее нормальная, прекрасная семилетняя груша. Но не плодоносит. Возможно, сиянис, а может быть, даже и привита, с виду идеально. Но не плодоносит. И вот они уже после этого, они, я почему говорю, для меня это собирательный образ под названием выпускники Тимуретской Академии. когда 7 лет, когда нижний ярус на высоте меньше 40 сантиметров, приказано было эти 4 ветки вот такой толщины, вот такой толщины. А площадь, если отрезаешь, целиком вырезаешь, получается суммарная площадь в 2 раза больше, чем сечение этой груши молодой. И вот 4, представляю себе, 4, это совет был, официальный совет от человека, который называет себя ту-ту-ту, вот, и подчеркивает, какая она это на самом-то деле. Вот, вся в регалиях. И вот, думаешь, страшное дело произошло. Дело не в том, да, она убьёт одну грушу. Вот такие 4 раза рано основать. Причём дерево пропорционально, не то, что бывает. Знаете, когда садится дерево, обычно пересаженное, она даёт ветки маленькие, скромненькие. Почему? Потому что прижиться надо, соку не хватает. Её насильно переселили за 100 или 1000 километров. Потом второе ярус, смотришь выше, где-то на высоте метра, вот пошёл нормальный. А нижние остаются как бы неполноценными. И так и остались неполноценными. И редко на них груши, яблочки появляются. Вот. И вроде бы даже лишние. И тогда их приказы уничтожат. А здесь руководствовали чем? Что дерево должно быть штамп. И вот горе, это самое, ну обычно называют 50 сантиметров, 70-80 до метра. И горе тем веткам, даже прекрасным, толстым, полноценным, плодоносящим, с святостыми почками, прям видно было, да? И всё это надо уничтожить, оставив взамен зияющие страшные раны. И это происходит в 21 веке. Вот сейчас. Ну ладно, она наверняка ей посоветовали, она же не знала мою реакцию на тот момент. Наверняка отпилила, угробила. Но дело-то не в йоди. Дело в том, что тысячи людей это всё видят. И будут повторять. И вот тут опять, представляете, вот сейчас как одно к одному, сейчас увидите. Я вас интригую. И вот давайте теперь смотреть, после этого, ну как сказать, спича, или... прям был. Вот вы мои ученики. Попробуйте. А хорошо бы, если бы это был бы я студентом. Интересно, что бы со мной сделали? Выкуп поставили? Выгнали бы с академии, с той же Тимирязевкой. Допустим, я поступил. Недавно была эта женщина, около 70 лет. Моя ученица поступила в этот вуз, в сельхозвуз. Это вот жалко, я уже не найду. Это сенсация. Представляете? Так вдохновиться. Вот жаль, что она диплом получит, а знаний нет. Вот она это не сообразила. Ну ладно. Я студент. Смотрите. Внимательно ещё раз. Что я из этого извлёк? Во-первых, я посмотрел крупный план. Да. Всё ясно. Дерево мертво. Вот одна фотография. Вот вторая. Видите, тут выше. Вот ещё. Вот смотрите. Справа вверху. Видите, вот это вот страшная рана. Всё. Дерево обречено. Оно сгнило живьём, хотя собирается свистеть и даже плодоносить на старости лет. То есть для неё это уже всё искалечено до смерти. Ну, видите, смотрите. Видите, что у неё штамп. Правильно? Наверняка у неё вот здесь были ветки. И наверняка она их отрезала. И вот по нарезу этих веток какой был смысл калечить дерево с помощью... Сегодня я в хуторе фотографировал, но не успел перенести фотографии. Ещё один угробил абрикосы этой же побелкой. Даже видно было, как это. Но это другое дело. Не другое дело, а другой раз. И вот, значит, раз, два, три, четыре вот столько веток было отрезано. Понаделаны страшные раны и побелены от этих же ран. Ну, как побелены? Не вот от этих, а от гипотетических ран, которые даже позже появятся в виде солнечных рожёвок. Так? Вот называется «Спаслась». Пора изувечивала дерево. Ладно, это раз. Второе. Я студент. Вот поверьте мне, двойку поставить сто процентов. Если бы я попал... Ну, машина времени. Вот взял бы там на месячишко, написал заявление. Я там железом, мне 20 лет там или 18. Прошу поступить. Учился я лучший ученик школы. Гарантия, что меня взяли бы в сельхозмус. Это в МФТ меня не взяли, с самой умной его стороны. Не дотянул. Вот. Ну, не потянул. А в этот бы меня взяли бы с пятёрками сто процентов. Ну, лучший ученик школы. Номер семь города Норильска. И вот, получается, я поступил. Да, и вот я начал с этого. Что здесь раны, что белить нельзя, а дерево задохнулось. Что? Наверняка при посадке не было сделано никакой обрезки. Просто не было. Естественно, что питательных сейчас не хватало, и оно начало уже изнутри гнить. Вот видите. Это три, да? Вот. Всё могу сразу не вспомнить. Четвёртое. Вы видите, что здесь чёрный пар. Ещё раз. Уничтожены грибы, уничтожены муравьи, главные защитники. Уничтожены... Вот уже за муравьёв мне точно бы пару бы влепили, и я бы даже экзамены бы не сдал. Потом, значит, черви, бактерии, микробы. Всё живое. Там ещё в каждом квадратном метре, в каждом, там ещё тысячи разных... Я сегодня специально становился на колени, я готовился к вебинару. Вот. Я смотрел вот так вот через траву. Я косил и смотрел через траву. Что там, какая жизнь там кипит, хоть и Сибирь. Всё это уничтожено, и у дерева полностью прекратилась связь с почвой. Почва, кстати, не богатая. Это, на мой взгляд, это даже не суглинок, это супи, скорее всего. И вот в этой супи всё уничтожено. А чем будет дерево кормиться? А у него ещё раз посажено, я не думаю, что тут вырастили, прямо тут, на этом месте. Нет. Вот видите, всё поберено. Ужас. Вот. Скорее всего, его купили и посадили. Вырастили в другом месте. Центральный корень обрублен. Боковые корни тоже наверняка искалечены. Далее. Оно должно кушать. Вот понимаете, корни — это рот. А теперь, представьте, что кто-то берёт пищу, ловит эту. Я образно, почему? Как я представляю, я стоял на коленях целый час и думал, что я буду говорить на вебинаре, и что потом появится в учебниках. Только эмоции будут убраны, а эти слова были переделаны вот таким, как Павел Троценко. Ох, мужик, талантище. Какие люди меня окружают. Ребята, среди вас нет ни одного просто человека, назовём среднестатического. Я просто поражён. Сколько талантов среди вас. Вот. Я сейчас ещё Марину Васильевну вспомню, но чуть позже. Это просто удивительные люди. Просто они все его знаете. понимаете. Итак, значит, ох разговаривался, да, цепочка разорвана, открыл рот, то есть корень дерева, а туда ничего не поступает. Жрать нечего. Представляете, растёт, а жрать нечего. Это даже хуже, чем узника поселили в камеру и, кстати, видите, побелив, это значит изолировали от солнца. Вы что, не видите? Почему никто не видит? Почему тысячи специалистов не видят? Дерево изолировано от солнца с помощью не побелки, это покраска. Ещё раз, может быть, это последнее. Иногда думаю, ну вот народу мало осталось, надо закрывать лавочку. Вот. Смотрите, когда-то мы с вами гасили известь и ей мазали. Я такой же был, как все. Ну, думаю, поможет от солнечных ожогов. Осенью побелишь, к весне средов нет. Так нет. А весной побелишь, пользы нет. Опоздали. Солнечные ожоги это ещё чуть ли не минус. Знаете, когда? Минус, плюс, минус, плюс. Побелишь весной тоже облетает. И тогда умники придумали сделать вместо побелки покраску. И она потеряла, я специально подчёркиваю слово грубое, краску. И она потеряла, побелка потеряла свой смысл. Просто потеряла. И стала из плюса минус. Вредит дерево. Вот она даже в случае лучей не может воспринимать. Всё. А зимой она будет мёрзнуть. Ствол не нагреется зимой. А зимой ему тепло нужно. Эй, вы специалисты, я уже поражаюсь. Но вы что, не понимаете, что эта побелка, ведь помните, я вам на предпоследнем вебинаре, белить надо три раза в год. Три раза. Это через каждое получается 120 дней, что ли. То есть, побелил, а она может быть чуть-чуть поплупиться, побелит. Боженьки, ты мой. И вот это ещё не всё сказал. И так открытый рот, им корням надо есть. А еды нет вообще. Вот сравните, этот сад, да, и мой сад, где вот такой слой скошеного я сегодня косил, вот, такой жирный слой, вот это, уже, у меня было уже, до того места уже, трава выросла, густая, жирнючая. А почему я такой не быть, если я ни одной травинки не убрал сада? Конечно, каждый год плодородие почвы нарастает, понимаете? Да, часть забирает деревья, но они тут же дают в виде, в виде листьев. Видите как? Вот. Вот после всего, что я этого сказал, что оставили на голодный паёк, тоже, что на хлеб и воду посадить в камеру, раз, вот эту побелку, это уже в камере, считайте, человек сидит, как бы. Вот. И вот результат. Что можно делать? Естественно, скорее всего, выбросить. То есть, ну, та же пословица, выкрасить, вот, и выбросить. Вот. Это, извините, вы всё это знаете, но я не мог, мне дело в том, что я ещё, я как бы оправдываюсь передаю. А почему? Я же про побелку раз в три говорил, а про то, что про чёрный по раз в пять говорил, почему я повторяюсь? Потому что Антон Валерьевич, нет, уже Троценко, Павел Николаевич, из этого сделать конфетку. То есть, это будет отдельная статья. А у него же статья на десять книг, а их никто издавать не собирается. И вот получается такая картина. Перевожу в текст для Павла Николаевича, редактора. Причины, это коротко, не здоровье, а по железному. густая, ненужная, покраска молодого дерева, оно задохнулось. Вы теперь согласны со мной? Вот. А те, кто, вы представляете, я не знаю, до какой тонкости в этих академиях, в этих же самых, там, Мичуринской, вот в этой же самой, Тимирязевской, до какой степени преподают именно агротехнику. Вот эти простейшие примеры. Там, поберить, покрасить, отрезать, вот, а это, Марина Васильевна, спасибо огромное, вы мне сегодня такую тему подкинули. Я не знал ничего рядом, что делается в Абакане. И как раз на эту тему. Какая разница, КГУ, Хакасский государственный университет, или Тимирязевская академия? Сейчас посмотрим. В результате, так, пункт 2, то есть поняли, дерево задохнулось. Пусть будет обстоятельство, но еще раз говорю, я готовлю книги, я готовлю программу для будущих академий. Заодно сдаю экзамен. Сейчас вы будете голосовать будем. 2 или 5, середины не будет. Предполагаю, что вы посадили саженец с гореченными корнями целой кроной. В результате не хватило сока раствора для выкармливания всей кроной. Видели, какие ветки гнилые? По железу для уравнивания массы корней и кроны часть кроны отрезается сразу после посадки или раньше. И вот в ХГО, оказывается, есть этот пункт, вот как у меня. Да, я никогда не говорю, что я первооткрыватель, что надо часть кроны для уравнивания отрезать. Нет. Просто так редко, что у меня был праздник, Марина Васильевна, это такой праздник был, когда вы мне прислали программой ХГО, Хакасский университет. Вот. Так вот, выравнивание кроны это часть предпродажной подготовки питомники железовых. Плюс возможное подмерзание. Плюс возможная биологическая неполная совместимость подвоя с привоем. Это сплошь и рядом. Плюс не видно, но возможно сильная рана, если способ привыкти, окулировка. Вероятно, что окулировка 99% плюс содержание почвы под черным паром, то есть уничтожена пищевая цепочка. Полностью уничтожена. Черви, грибы, микробы, бактерии. Я еще муравьев забыл. У вас все это уничтожено, но, но, но. Дерево голодает.